Тигра П Стол по поводу трех веток, если вы еще не смотрели соответствующее видео, я скажу вам какое видео вам необходимо посмотреть, для того чтобы, и дам соответственно ссылочку, для того чтобы понимать как проще всего выкатать три ветки одновременно с минимальными затратами по времени и минимальными усилиями, ну и соответственно максимально комфортно. Играя на Тигре П, вы можете отправиться в путь как к Яге Е100, так к Альфа Тапку и соответственно также к Маусу, а можете пойти к трем одновременно. И как это сделать я подскажу вам в конце видео и дам соответствующую ссылочку. А теперь ребятки давайте заценивать самого Тигра П, как я уже сказал мне машинка всегда нравилась, вот что-то в ней есть, есть какая-то душа, есть какая-то изюминка, есть обалденная немецкая пушка, которую мы заценим непосредственно в бою, надеюсь у меня получится показать вам ее такой, который я ее и люблю. Я выкатал безусловно полностью все на этом танке, пооткрывал все что можно было пооткрывать и давайте будем заценивать непосредственно орудие, броню и подобные вещи зацениваем непосредственно в бою. Есть время сведения, не сильно комфортно, я честно говоря 4,6, но в принципе мне всегда хватало. Разброс на 100 метров, ну я бы сказал что очень хороший, опять таки зацениваем непосредственно в самом бою, в самом замесе, там лучше всего эти цифры ощущаются и соответственно видятся собственными глазами. Что же касается урона в минуту, я бы сказал что ДПМ очень хороший, 2381 единица для семерки, ну согласитесь это прикольно. Время перезарядки всего лишь 5,5 секунд, это очень приятно для этого орудия с учетом того что у него есть средний урон в 220 единиц и бронепробитие в 203 единицы. Есть углы склонения вниз, минус 6, вроде бы казалось бы, ну маловато, хотелось бы конечно же минус 8, а лучше всего минус 12, но честно говоря и минус 6 для данного танчика в целом играбельно. Почему и как это выглядит мы сейчас посмотрим непосредственно в замесе куда я отправляется и не будем стягивать время. Друзья мои, я хочу обратиться к вам с просьбой подарить мне буквально, ну буквально одну секунду вашего времени. Ваша секунда времени не стоит для вас ровным счетом ничего, а для моего канала это жизнь. И согласитесь, одна секунда за жизнь целого канала, ну не так уж и много. С правом нижнем углу есть желтый шильдик, наведите на него мышь и в один клик вы сможете подписаться на мой канал, а я вам буду безумно благодарен за поддержку моих начинаний. Итак, ребят, первое что зацегиваем в тигрике это его подвижность. Подвижность как для тяжика у него вполне нормальная. Это безусловно не самолет, не ракета, но он едет, едет упрямо, едет настойчиво. В общем, катиться можно, но а чего еще желать на тяжа. Что же касается мансить, мансит он тоже довольно таки неплохо в движении. Что же касается разворота на месте, тоже довольно таки бодренько. Что же касается сведения, вот то что я говорил, сведения маловато, а вот точность у орудия мне всегда нравилась. Прям совсем всегда, всегда нравилась. Я сейчас попытаюсь помочь нашим братьям что-то здесь сделать на направлении. Наверное, надо ехать и потихоньку продавливать. Параллельно будем заценивать орудия в ближнем бою. Итак, ребят, накидывать по 200-220 безусловно это не настолько большой фан, как мог бы быть, если было бы 350. Но с учетом времени перезарядки я бы сказал, что этого больше чем достаточно. Вы успеваете и накинуть, и перезарядиться, и заново накинуть. Короче говоря, вы накидываете чаще даже, можете накидывать чаще, чем игровое событие будет позволять вам это делать. Вот сейчас точность подвела как нельзя, не кстати, вот прям вот совсем-совсем не кстати. И честно говоря, очень грустно по одной простой причине, потому что мне кажется, что это все-таки сейчас немножечко подыгрывает игра соперникам, для того, чтобы им было повеселее, для того, чтобы они имели возможность чутка еще пожить и повоевать. Потому что по большому счету, когда ты откидываешь на этой машине, ну, без особого сведения, в заряженную хпшкой, как видите, залетает абсолютно нормально. Надо мне потихоньку откидывать назад. Спасибо большое, скажем, Defender'у за то, что он не дал забрать СТ-шку. Ну, да ладно, бог с ним. Безусловно, сейчас будут целить нас по одной простой причине, потому что Defender все-таки более бронированный. Пойдем в клинч, ребят, ну и, соответственно, будем бить по шапкам. Надо откатываться однозначно. И что самое интересное в этом тяжике, он позволяет это делать. Вот это на нем действительно делать довольно-таки комфортно, довольно-таки удобно. Не знаю, честно говоря, сейчас рисковать, не рисковать. Все-таки нас трое, их двое, а у меня хп осталось исключительно на один шот. Я думаю, что Defender там явно разберется сейчас. Ладно, психану, выйду, кину шот и надеюсь... Ну, а нет, надежды не оправдались, меня забрали. Буду надеяться, что наши ребята теперь дотянут все-таки одного этого быстрого товарища. Ну, а мы с вами заценим результаты боя. Сдается мне, ребят, что много времени на это уйти не должно, если Defender сейчас успеет подкатиться вовремя. Не Defender, так Skoda T-45. Итак, ребят, победа. Сейчас будем заценивать результаты данной машинки непосредственно в ангаре. Ну, показывай давай уже, показывай, что там набили. 1375 единиц урона. Я округляю. Давайте будем говорить 1370 единиц урона. Мы сделали один фраг. Мы повредили пятерых товарищей. Получили знак классности третьей степени. Мы в плюсе, не в минусе. Это уже хорошо, но я больше уверен, что это связано с знаком классности, а не с тем, что мы офигенно отыграли. И мы заняли в нашей команде по урону среднячок. Ну, вот просто среднячок. Как отыграли, так отыграли. Давайте еще одну каточку с вами проведем и попытаемся заценить эту машинку еще более подробно. Томительное ожидание боя. И, честно говоря, вот больше всего не люблю, когда прям руки чешутся попасть в какую-нибудь схватку, а тебя долго куда-нибудь прописывает. Ну, и, соответственно, долго начинается подтягивание всех союзников, соперников, ну и начало боя откладывается. Под горку танчик едет, но ничего не скажешь. Вот сейчас, стоя вот так вот, попытаюсь показать вам углы склонения. Ну, вот пропадаете вы за горизонтом. Ну, возможно, горка не совсем та. Но в целом углов склонения, согласитесь, хватает для того, чтобы отыгрывать. Почему я и говорил, что цифра по углам склонения, она не блещет, но она не настолько унылая в игре, как могла бы быть и как казалось изначально. Поедем встречать ТТ. Буду очень надеяться на то, что они приедут все-таки в район точки С. Потому как будет очень грустно, если они все столпились где-то в районе точки Б, а мы будем здесь пытаться их выловить. Нет, есть соперники, это уже хорошо. Не знаю, насколько это хорошо для нас. Выживем, не выживем, но, по крайней мере, что-то попытаемся. Ну, вот время перезарядки, согласитесь, очень комфортное. Откинул шот, откатился буквально там 3-4 секунды. Выкатился, кинул шот, опять закатился. И вот такими вот мансами можно отыгрывать очень даже достойно и делать довольно неплохие результаты по урону. Сейчас не совсем понял, честно говоря, что произошло. Вроде бы кинул я все-таки в Йоха, а не мимо. Но, ладно, как кинул, так кинул. Броня немножечко спасает, вопросов нет. Откидывать получается, это уже приятно. Я ускорюсь исключительно для того, чтобы попытаться как можно быстрее добить этого товарища. Можно было бы, конечно, и без этого. Он отвлечен, но в целом, почему бы и нет. Лучше потратить немножко серебрушки на ускорение перезарядки, чем пытаться отбивать исключительно на стандартной скорости перезарядки. Остался один тяж. Команда отыграла, ну, просто-таки суперски. Ну и, соответственно, наша результативность тоже будет куда выше, чем в предыдущем бою. Ребят, по поводу динамики, кстати, хотелось бы отметить, что танчик, я бы не сказал, что прям совсем одного направления. У вас есть возможность перетягиваться на другое направление. Да, безусловно, немножко времени у вас это займет, но в целом это не настолько уныло или там не настолько для вас невозможно, как на некоторых других тяжелых танках. Итак, 1780 единиц урона. Мы никого не подбили. И по результатам нашей команды мы находимся на втором месте по урону. Ребят, мы недалеко ушли, буквально на 2 единицы от ВК 45-03. И, честно говоря, даже от Шкоды Т-45. Но в целом этот танчик может и больше. Ну, безусловно, не намного больше, но, поверьте, может больше. Может где-то в районе 2-300 вывозить за бой урона, ну, я бы сказал, налегке. Если вам повезет, вот как сейчас повезло с боем. Повезло с командой, повезло с союзниками. Итак, ребят, давайте будем суммировать то, что мы сейчас увидели, но и оговорим с вами сразу вопрос того, насколько сложно. Итак, суммируем. Танчик в меру подвижный, с очень хорошей пушечкой, с немножечко затянутым сведением, да, то есть хотелось бы чутка быстрее. Но в целом отыгрывать можно. И можно отыгрывать так, что вы вполне спокойно будете на этой машинке выкатывать себе Фердинанда ВК-4502А и ВК-101П одновременно. Почему одновременно? Потому что сейчас вот здесь вот появится ссылочка на мой видосик, в котором я рассказываю, каким образом можно открыть 3 десятки с минимальными затратами по времени, одновременно выкатывая все эти 3 ветки, просто в правильной поочередности, меняя машины и меняя оборудование в отношении того, которое вы будете открывать на той или иной машине. Схемка там есть. И запаситесь ручкой и, соответственно, бумагой. А также будьте внимательны. Если надо, отматывайте назад. Запишите себе это все, и вы практически без печали откройте себе одновременно Е100, ВК-7201К и Мауса. На данный момент у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь, смотрите мои видео, приняйте участие в стримах. Именно принимайте участие, а не смотрите, потому что мы там играем в обзоде абсолютно бесплатно. Приходите, ребят, буду рад видеть всех. Ну а на данный момент всего хорошего вам. Благ, мира и спокойствия. Продолжение следует...